Вы одержали великую победу сегодня? Это сарказм от вас? А? Нет, ну 3-0, ничего себе, вы давно не побеждали Зенит, это раз. А во-вторых, а? Почему Великая? Разгром. Разгром, 3-0. В каком году? В 18-ом году последний раз победил. Да, 6 лет. Да, я был там, да. Поэтому она значила. Ну вот так, более значительно. То есть лексика моя? Перебольшую тоже любовь, да? Хорошо, да. Да. Ну что это было? Потому что 3-0 все-таки. Куклая игра. Куклая игра была сегодня. И выиграли 3-0. Ну за счет чего? До этого сколько было? А что изменилось по сравнению с тем, что было некоторое время назад? Ну, некоторое время назад мы тоже провели. И прекрасно помните, как это сложилось. Мы провели работу на Дашик. И сегодня. Получилось так. А работа на Дашик, что вы имеете ввиду? Новый тактический вариант? Что ты сказал? Тренер? Ну и схема была другая, если заметили. Да. Много деталей, на которые обратили внимание. И сегодня получилось так. А с чем это связано с тем, что в Кубке схема другая? И сегодня, по-моему, с факелом баланда. Это связано с тем, что тренерский штат так решает. Почему он так решает? Ну, то есть почему на Кубок одна схема, а на Чемпионат другая? Ну, я не знаю. Ну, на теории вам что-то говорят про это? Да. Есть шесть игр, да? Кубки, если не ошибаюсь. Есть игры, где можно посмотреть, наиграть разные сочетания. Если сегодня заметили. И Леон играл левоноги справа. Права, да. Слева. В центре вышли. Ну, короче, это нормально. Будет нормально смотреть, чтобы наигрывать. Леон Тарнович вышел, сказал, что как только бразильцы ушли, и Зенитом сразу можно снова играть. То есть действительно настолько велика разница Зенит с Малками и другими брагенцами на поле и Зенитом без Малки. Ну, я думаю, что разница есть. Мы сегодня играли. Да, у них были несколько футболистов, которые находились в сборной, если не ошибаюсь. Но у нас была такая же ситуация по многим футболистам. Поэтому мы это не будем делать акцент. То, что финиш такой матч получился, когда забили три мяча, говорит о том, что физически его лучше готовы, чем соперник? Да я не знаю, как оценивать физическое состояние. Я смотрю на своих ребят все-таки. И если мы забиваем, в конце нажимаем соперника, то, конечно, это о многом говорит. И о том, что есть силы, конечно, да. Но это хорошо. Почему бы нет? Вы совершили подкат, спасли команду от возможного. Да, это было отмечено вашим СММщиком в Телеграме. Ну да, не удался вопрос, да. По поводу судейства что скажете? Я же не комментирую. Ну, просто Зелимхан был в ярости. Вы были неподалеку. Он выходил. А? Он выходил. Ну, он после перехода в Зенит немножко, как бы это сказать, мало говорит. Только с Леонидом Федоровичем перед матчем. И у всех свое мнение. Это судейство. Вот. Поэтому я не комментирую. Понятное дело, что разное бывает. Кто-то как-то видит разные моменты по-разному. Поэтому не комментирую. Был ли какой-то комплекс Зенита, который сегодня, возможно, преодолел? Комплекс Зенита, вы его долго не... Мне кажется, вы сегодня какие-то вопросы задаете, да? Которые интересны. Сейчас надо шанс другим дать вопросы. Извините, да, еще раз. Коллега имеет в виду, что пять лет Спартак на себе ждал в Зенит. Ну, бывает разная, бывает жизнь. К сожалению, разная бывает жизнь. Ну, давлело, действительно, в предыдущих матчах. Давлело, конечно. Хотелось как можно быстрее прервать эту серию. Вот. И сегодня, слава богу, это получилось. Всем поздравляю. Всем с победой. Всем молодцы.